Слышно? Видно? Презентацию мою видно? Отлично. У нас урок математики. Я говорила, мы сегодня продолжим с вами неравенство. Отлично. Запишите себе в тетрадках. 8 сентября. Классная работа. И тема урока. Двойное неравенство. Нам сегодня на уроке понадобится линейка карандаш, чтобы чертить чертежи. Ой, извиняюсь, я вчера ночью делала, поэтому у меня вчера было 8. Напишите себе 9. Да, исправьте. 9 сентября. 9 сентября. 9 сентября. Классная работа. Сегодня мы с вами на уроке познакомимся с понятием двойное неравенство. Научимся решать двойные неравенства. Также повторим изученный материал. Сразу обратите внимание на домашнюю работу. В четвертом А и в четвертом В из Петерсона нужно выполнить задания 4, 5, 13 и 12 из урока четвертого. Четвертый В, страница 14, номер 67, 68 и страница 15, номер 72, 73. Сфотографировали? Можете сразу в дневнике написать, либо в тетрадке на полях. Кто закончил, пишем математический диктант. МД. Отлично, переключаю. Математический диктант. Скорей. Все? Отлично. Итак, первое пишите. Первое. Легкий математический диктант, да? Первое. Сумму чисел 60 и 70 уменьшите на 4 десятка. Сумма чисел 60 и 70 нужно ее уменьшить на 4 десятка. Сумма чисел. 60 и 70. Конечно, мы всегда пишем. Можете только ответы писать. Ответы пишите. Нет, Байсан, откуда такой ответ? 4 десятка. Не 4 единицы, 4 десятка. Вот вижу ответы. Угу. Молодец. Если бы нас просили на 4 единицы уменьшить, тогда бы мы вычитали 4 просто. А у нас 4 десятка. Значит, нужно отнять 40. Далее. Далее. Второе. Второе. Разность чисел 700 и 500 увеличьте на 6 десятков. Разность чисел 700 и 500. Угу. Вижу ответ. Молодец. То разность чисел... Ну, если качество не очень, если размывается, то слушайте внимательно. Хорошо? Разность чисел 700 и 500 нужно увеличить на 6 десятков. Угу. Молодцы. Да. Третье. Третье. Запишите числа 655 и 255. Какое из этих чисел больше и на сколько? Запишите числа 655... 655 больше, чем 255 на 400. Да. Только давайте не будем выкрикивать. Сейчас все начнут вот так отвечать. Да, у нас каша получится, а не урок. Старайтесь писать. Хорошо? Итак, далее. Только на сколько? Да, на сколько? Кто это был? Я вот потом двоечку поставлю за урок, дети. Далее. 400 на 400 больше, да? Четвертое. Уменьшаемое 770, разность 500. Чему равно вычитаемое? Уменьшаемое 770, разность 500, вычитаемое. Правильно. Пятое. Пятое. Во сколько раз число 80 меньше 480? Во сколько раз число 80 меньше 480? Вот. В 6 раз, да? В 6. Не в 60, в 6. Шестое. Шестое. Представьте число 347 в виде суммы разрядных слагаемых. Значит, разрядные слагаемые, ну, разряды мы помним, да? Единицы, десятки, сотни, да? У нас трехзначное число 347. Нужно разложить на сотни, на единицы, ой, на сотни, на десятки и на единицы в виде суммы. В виде суммы. У нас три сотни, четыре десятка и семь единиц. Нужно записать, представить в виде суммы. Запишите себе. Да, только плюсики не забудьте. Угу. Седьмое. Седьмое. Найдите частные чисел 180 и 6. Найдите частные чисел 180 и 6. Угу. Угу. Трайна. Угу. Восьмое, восьмое, да, восьмое. Угу. Найдите неизвестное слагаемое, если другое слагаемое 40, а сумма 700. У нас известна сумма. Угу. Правильно. И одно из слагаемых. Чтобы найти второе слагаемое, мы должны из суммы вычесть одно из известных слагаемых. Правильно. Девятое. Девятое. Произведение 490. Правильно, правильно. 660. Произведение 490. Первый множитель 7. Чему равен второй множитель? Угу. Правильно. Правильно. Молодцы. И последнее, последнее, частное, 6, делитель 90. Чему равно делимое? Угу. Только не 560. 540. Вот, да? Вспоминайте таблицу. Ага. Отлично. Сверяемся. Первое читаем. Посмотрите у себя в ответах. Первое должно было получиться 90. Второе. 260. Третье. 665 больше. 255 на 400. Что достану? Четвертое. 270. Пятое. В 6 раз. Шестое. Плюс 40. Плюс 7. Седьмое. 30. Восьмое. 660. Девятое. 70. И десятое. 540. Проверьте. У вас так? У кого так? Поставьте себе плюсики. Отлично. Молодец. Акзам. Гульдана. Достану правильно. Молодцы. Отлично. У кого не так? Найдите. В каком примере? И исправьте ошибку. Хорошо? Молодцы. Следующий слайд. Следующий слайд. Тема. Двойное неравенство. Вы записали себе тему уже, да? Давайте теперь напишем определение. Что же у нас такое двойное неравенство? Двойное неравенство. Это два неравенства, объединенные союзом И. Двойное неравенство. Это два неравенства, объединенные союзом И. Обратите внимание на картинку. У нас арбуз взвешивали, да? Тут говорится, при взвешивании арбуза оказалось, что он тяжелее одной 5-килограммовой гири, но легче двух таких гирь. То есть у нас арбуз, масса арбуза колеблется между 5-ю и 10-ю килограммами, да? Он тяжелее, чем 5 килограммов, но легче, чем 10 килограмм. Вот тут говорится, значит, масса арбуза заключена в промежутке. Нет, это слушаем. У вас есть это в учебниках. У кого нет этих учебников, сфотографируйте, скриншот сделайте. Сейчас только слушаем. Что писать, я вам скажу. Далее. Значит, масса арбуза заключена в промежутке между 5-ю, ну, от 5 килограмм до 10 килограмм. Вместо двух неравенств, вот тут говорится, х больше 5 и х меньше 10, пишут одно двойное неравенство. Чтобы покороче сделать, решили писать двойным неравенством, да? Чтобы не повторяться. Смотрите, его читают так, да? Вот это оно неравенство, вот х, 5, 10, да? Его читают так. И х больше 5, но меньше 10. Не писать. Я же сказала, дети, мы писать, когда будем, я скажу. Сейчас слушайте. Итак, читается так, х больше 5, но меньше 10. Нельзя вот так читать. 5 больше, меньше х, но х меньше 10. Так нельзя читать. Нужно читать с х, да? Х больше 5, но меньше 10. Итак, смотрите. Решениями этого неравенства являются числа от 6 до 9, да? Вот на числовом луче, числовой луч, вот у нас изображено решение, да? Множество решений изображено. Посмотрите, мы берем от 5 до 10, да? У нас границы идут от 5 до 10. Они не закрашены, так как 5 и 10 не являются решениями. Этого неравенства, да? Потому что х... Я еще буду объяснять, чтобы другие тоже поняли. Чтобы х был... У нас решение говорится, что у нас х от 6 до 9. Вот они. А от 6 до 9 мы закрашиваем черными точками. Молодец. Хорошо. Далее, посмотрите. Если в записи двойного неравенства используется знак больше или равно, или меньше или равно, то множество его решений расширяется. Например, смотрите. Отличие, да? Здесь использовали уже знак х больше или равен 5, но меньше 10. Значит, если больше или равен, то у нас 5 тоже автоматически появляется. Нам говорят, что х может быть равен 5. Значит, в решении может появиться пятерка. Вот она, да? Не может, а должна появиться. Вот, смотрите. Множество решений у нас начинается от пятерки и заканчивается девяткой. В другом случае здесь уже говорится, х меньше, да, расширяется на одну цифру. х больше 5, но меньше или равен 10. Меньше или равен 10. Смотрите, здесь уже появилось 10 в решении, да? Десятка. И вот здесь она уже будет закрашенной, да? Посмотрите, здесь они не закрашены 5 и 10, потому что они не входят в решение. Что непонятно? Они не входят в решение. А здесь уже начинают входить. Вот здесь 5, говорится, равен. Х равен 5. Хорошо. Объясняю снова. У нас есть неравенство. Х больше 5, но меньше 10. Его решением будет перечень вот этих чисел, да? Множество вот этих чисел. От 6 до 9. Говорится, что х больше 5. У нас больше 5. 6. 7. 8. А еще, говорится, но меньше 10. 9. Значит, 10 у нас не входит. Мы берем числа 6, 7, 8, 9. То есть это будет решением этого неравенства. Да. Посмотрите, вот это решение этого неравенства. На числовом луче мы обозначаем именно вот эти циферки. 6, 7, 8, 9 с закрашенными точками. У кого качество плохого, у вас есть Петерсона. Это в Петерсоне урок 4. Итак, 6, 7, 8, 9 мы закрашиваем черными, да? А само неравенство от 5 до 10 мы отмечаем на числовом луче выколотыми точками. То есть мы их не закрашиваем. Не писать, смотреть, слушать. Когда писать, я скажу. Хорошо? Далее. Здесь второе неравенство. Второе неравенство. Х больше или равен 5? Но меньше 10. Если больше или равен 5, мы подразумеваем, что х может быть равен 5. Вот оно появляется в решении Петерка. Появилась Петерка. И здесь уже мы закрашиваем эту Петерочку, потому что она является решением этого неравенства. В следующем неравенстве тот же самый случай, только х уже меньше или равен 10. Здесь появляется десятка. То есть множество решений будет 6, 7, 8, 9, 10. Это при неравенстве, когда говорится, что х больше 5, но меньше или равен 10. Смотрите, вот уже здесь на решении, на чертеже десятка закрасилась. Петерка не закрашена, потому что ее здесь нет. То есть когда вас просят указать на чертеже множество решений, вы так и делаете. Если у вас в решении написано 6, 7, 8, 9, 10, а неравенство начинается от 5 до 11, к примеру, вы отмечаете 11 и 5. А внутри все вот эти решения закрашиваете черными точками. Хорошо? И последнее неравенство. Х больше или равен 5, но меньше или равен 10. Значит, здесь х может быть равен 5 и может быть тоже равен 10. Посмотрите, в решении у нас уже появляется 5, 6, 7, 8, 9, 10. На самом чертеже, обратите внимание, точки 5 и 10 стали закрашенными, потому что они являются множеством решений. Теперь будем записывать. Теперь запишите вот это себе. Запишите. Это неравенство и его решение. Нам нужно записать неравенство. Х больше 5, но меньше 10. И просто запишите. Х равен 6, 7, 8, 9. Начертите себе чертеж. И отметьте на нем решение. Хотя, знаете, давайте просто посмотрим. Это то же самое, что и предыдущее. Пока что не чертите. Кто начал чертить, ничего страшного. Потом, когда урок кончится, пересмотрите и начертите. Просто подумала, сейчас времени не хватит. Смотрите, здесь у нас неравенство. А больше или равно нулю. И А меньше или равно 4. Берем. Смотрите, множество решений начинается с нуля. Так, как говорится, равен. И здесь тоже равен, да, может быть, А. Скорее фотографируйте. Хорошо? На всякий случай, а потом отправлю учителям. Вот, 5 минут осталось. Давайте скорее. Все, я переключаю. Все. Все. Здесь говорится, что А может быть равно нулю и может быть равно 4. Берем. Кто не успел, я сфотографирую, отправлю учителям. Все. Прекращайте, дети. Не балуйтесь. Итак, смотрите. 0 и 4 входит в решение. 0, 1, 2, 3, 4. На чертеже мы указываем черными точками от нуля до 4. Далее. Смотрим следующий слайд. Ну, это повторение предыдущей темы, да. Сама суть двойного неравенства. Ой, не двойного неравенства, знака больше, меньше или равно. Сказала, да. Знака больше или равно или меньше или равно. То есть оно заключает в себе два высказывания. Значит, B в данном случае может быть меньше 5 и B равно 5. Я сфотографирую. Все. Не писать. Когда писать, скажу. Здесь идет B больше или равно 5. Множество решений от 5 до 8. Посмотрите. Здесь указывается, начинается с пятерки, потому что B может быть равно 5. Черные точки. Видите, закрашено. Это будет указано множество решений на чертеже. Ага, куда? Итак, давайте прочитаем неравенство вместе. Я читаю. Вы тоже со мной читаете, получается. Первое читаем. А больше 7, но меньше 12. Нет, тут написано прочитай. Давайте не будем записывать, это долго будет. Следующий номер уже там будет записывать. Нужно будет. А больше 7, но меньше 12. Б, спасибо. Б больше 15, но меньше или равно 96. C больше или равно 18. Нет, не пишем. Но меньше 75. D больше или равно 21, но меньше или равно 49. M больше 130, но меньше 182. И M больше 274, но меньше или равно 360. 60. Уже что, все что ли? Нет, 5 минут еще есть. Все. Вот эти неравенства мы должны были с вами прочитать. Их записывать не нужно было. Теперь здесь, смотрите. Вот это мы уже пишем. Вот это пишем. У нас есть двойное неравенство. Нам нужно заменить его двумя неравенствами. Двумя неравенствами. Посмотрите, первое неравенство. Х больше или равен 9, но меньше 18. Помните, я показывала там сокращенную запись? Конечно, пишем. Пишем. Какое здесь у нас будет первое неравенство? То есть двойное неравенство заключает в себе два неравенства. Поэтому оно называется двойным. У нас тут говорится, что х больше или равен 9, но при этом он меньше 18. Писать. Дети пишем. Это пишем. Пишем. Первое. Какое неравенство будет? х у нас больше или равен 9, но меньше 18. Двойное неравенство. Нам нужно записать первое неравенство. Равен. Но еще он что у нас? Еще больше. Больше или равен 9. Это первое неравенство. И второе неравенство. х. х меньше 18. Вы мне сейчас решение показывали. От 9 до 17. Это правильно. Молодцы. Но еще рядом допишите два неравенства, которые входят в одно вот это двойное неравенство. Вам тоже спасибо заранее. До свидания. И второе. Второе неравенство. Тут у нас говорится. у больше 3, но меньше или равен 11. Хорошо. у больше 3, но меньше или равен 11. Первое неравенство у нас будет. Давайте уже вот так. Первое неравенство. До свидания. Первое неравенство у нас у. Ой. Да. 3 меньше у или у больше 3. Да. И второе неравенство у меньше или равен 11. Да. То есть мы просто разделили двойное неравенство на 2 неравенства. Да. Вам тоже спасибо за урок. Спасибо, что были активными. Да. Итак, вот это записали, да? Угу. Записали. Не успели, да? У нас там дальше было продолжение. Вот этот слайд я переключаю. Переключаю слайд. Все. До свидания. Да. Смотрите. Обратите внимание, да? У нас... Просто послушайте, да? У вас в домашнем задании будет аналогичное, да? У Айвы класса из Петерсона, которое идет в задание. Там будет аналогичное. Вам нужно будет отметить на луче множество решений двойного неравенства и записать его с помощью фигурных скобок. Это то, что я объясняла, да? До этого. Вы с этим должны справиться, да? До свидания. У нас идет, смотрите, неравенство. Х меньше трех... Ой, больше трех, но меньше восьми. Мы должны, значит, указать границы от трех до восьми, да? Начертить, да? Вот здесь будут выколотые точки тройка и восьмерка. Да, можете посмотреть уже решение, да, сразу. Смотрите, я объясню вам на решение, а у вас дома аналогично будет. Смотрите. Вот тут говорится, у нас х задействует тройку и восьмерку, да? Вот мы тройку и восьмерку выделили, да? Черными кружочками, не зачеркнутыми. Не зачеркнутыми. Выколотыми точками. До свидания, чебурек. Итак, смотрите. Здесь у нас от тройки до восьмерки выколотые. А само решение неравенства будут числа, самим решением, да? Четыре, пять, шесть, семь. Они внутри чертежа закрашиваются. Четыре, пять, шесть, семь. Да? Они закрасились. В следующем неравенстве здесь уже может быть равен трем. Посмотрите, да? Вот оно, решение. Здесь уже в решении появляется тройка. Посмотрите, изменяется здесь тройка, закрашивается точка. Да? Здесь тройка. Здесь тройка.